Добрый день! Сегодня у нас кубик от компании YJ MGC 3 Elite. В свое время компания YJ сделала очень хороший кубик MGC, потом MGC 2, и вот настала пора третьей версии. Первая версия поставлялась только в черном пластике, бюджетный магнитный куб, и на тот момент, на дату его выпуска, это была очень актуальная модель. Но со временем она стала устаревать, появилась вторая, чуть лучше, уже какая-то обновленная, ну и вторая версия уже устарела. И кубики типа YJ Long 2M уже, как по мне, превосходят. Ну и ThunderCraft B3M тоже. То есть эти у нас отошли на второй план. И вот третья версия, Elite, как Valk Elite. Они приехали ко мне одновременно, и про Valk тоже в скором времени видео будет. Перед записью этого видео я проверил русскоязычный YouTube, нашел всего один ролик с каким-то мнением об этом кубике. Это был Ян Коразюк, и он как-то достаточно поверхностно его оценил. И я более чем уверен, что он сделал на нем всего несколько сборок. Не в претензии к Яну, я к нему отношусь с уважением, но сейчас объясню, почему я понял, что он не открутил на нем даже сотки. Посмотрим сам кубик. Коробочка вот такая вот модная, красивая. MGC. MGC, MGC. И на картинке изображено, что логотип, как и у старых кубиков. То есть вот такой. На деле, сейчас вот здесь вот будет картиночка, как должен выглядеть логотип. То есть красивая золотая буква M. Ну как и у видео и у Яна. Открываем. И вместо красивой золотой буковки M, мы видим еле заметные, вам даже, наверное, совсем незаметные остатки роскоши. Вон они. Видите, это буковка M. Я в инстаграме делал фотографии, как только заметил, что логотип начал стираться. Это было уже на первой сотне. В третьей сотне логотипа уже почти не осталось. А был красивый, и мне хотелось именно за логотипчик кубик похвалить. Но не в этот раз. Ладно, буковка M. Давайте посмотрим комплектацию и перейдем к самому кубику. Здесь вот такая вот есть инструкция, которая показывает новые системы, чтобы в них разобраться. Коробочка, в которой как раз есть такой вот инструмент. И мы вернемся. И что еще? Еще в нем есть вот запасные магнитики. Вот такого они формата. Это убираем. Это нам не нужно. Под подставочкой ничего нет. Коробочка красивая. Инструкция красивая. Инструмент пока оставим. Это уберем. Инструмент. Очень даже интересный. Во-первых, его можно повесить на ключи, как брелочек. Во-вторых, вот здесь вот есть такая нарезка, чтобы откручивать гаечки. В кубике такой необходимости нет, но функция такая есть. Но здесь вот можно открутить. И будет плоская отверточка. Плоская отверточка нужна для того, чтобы как раз регулировать магниты. Но можно открутить еще с другой стороны. И получить отверточку крестовую. Ну, и соответственно, можно накручивать с одной и с другой стороны и получать разные инструменты. Ну, наверное, интересно. Оставим пока. Сам кубик. Вот такой вот. Стандартного размера. И когда достал его из коробки, то просто начал сразу крутить, добавил смазки, и он меня устроил. То есть вполне хороший, комфортный кубик. И, опять же, удивляет, почему так мало к нему внимания. Он вполне достоин для того, чтобы его рассматривали в качестве основного. В нем есть возможность. Ну, система регулировки магнитов. И достаточно удобная система настройки затяжения пружин. Давайте сначала к магнитам. Видим вот такую вот вещь. Все очень мелко. Но вот в этих вот кружочках есть такая прорезь. Там есть стрелочка, которая указывает положение магнита. Если взять отверточку, то этой отверточкой можно вращать. Можно поставить промежуточное положение, можно поставить противоположное. Можно поставить вот сюда. Можно вернуть на место. Я пробовал такое положение, когда стрелочка к центру кубика. И остановился в итоге на обратном. Не помню, как было изначально. По-моему, все-таки ближе к центру. Были расположены магниты. Но меня та конструкция устроила. То есть здесь можно как бы ювелирно настроить. То есть хочется чуть посильнее, чуть открутил, чуть назад. Мы помним впервые эту систему на кубике EDM, где она была реализована неудачно. В смысле неудачно. Можно было либо включить магниты, либо выключить. Поскольку в одном из положений магниты практически не чувствовались и называть это магнитным кубом можно было с натяжкой. То есть система, когда ты покупаешь магнитный кубик и она позволяет выключить магниты, я думаю, не очень нужна. Нужен тебе не магнитный кубик, купи не магнитный. он продается без магнитов. Ну, то есть можно было лучше. И лучше сделали специалисты компании GAN. Они сделали три положения. И можно было сделать совсем слабенькие магниты, средние и сильные. То есть положение, как сейчас у меня. GAN XS. Здесь по сути можно сделать крайнее положение, другое крайнее, среднее, а можно еще чуть-чуть между ними останавливаться. Я не тестировал, будет ли это промежуточное положение сбиваться во время сборок, но эти крайне фиксированные положения остаются неизменными. Это да. Но почему я не стал тестировать промежуточное положение? Да, потому что вот эта регулировка магнитов не сильно меняет силу магнитов в этом кубике. Понятно, что силу магнитов ничто здесь менять не будет, но именно притяжение элементов между собой меняется не сильно. Даже если с самой слабой настройки на самую сильную вернуть, то разница не велика. И в итоге я, хоть меня устроила, в очередной раз повторю, изначальная настройка с завода перекрутила все магниты на самое сильное положение. И как выяснилось, стрелочка должна быть вверх, от центра кубика, тогда магниты чуть посильнее. Хорошо ли это? Ну, с одной стороны хорошо. То есть, кубик изначально магнитный, с нормальными магнитами. Их можно сделать чуть посильнее, чуть послабее, в зависимости от своих предпочтений. Для того, чтобы отрегулировать положение магнитов во всем кубике, нам нужно сделать это всего лишь 12 раз. У кубика 12 ребер и вращая вот этот элемент с одной стороны, он сразу вращается с другой. То есть, он как бы колбочкой. Если вспомнить какой-нибудь Гуакуан, да, EDM, то тут нужно было с каждой стороны ребра это делать. Да, в принципе, и в Гане все было точно так же. Здесь с двух сторон ногтем нужно было вот это подковыривать. Ну, как бы можно сделать лучше систему, как придумают конкуренты. Но, вот, у MGC это выглядит чуть удобнее. Во-первых, есть отверточка, которую легко воткнул и поворачиваешь. и, соответственно, в два раза меньше нужно действий. Поскольку достаточно для одного элемента только распровернуть. И это хорошо. Да. Дальше. Ну, поскольку кубик-то элитный, да, и в отличие от валка 3 и лайт М. Это звание оправдано. Чуть позже объясню, почему. Здесь есть еще система регулировки натяжения. Выглядит она вот так. То есть, это вот такие вот гаечки, в которых есть вот такие вот ручки. Здесь не нужен никакой отдельный ключ, как в том же EDM. Тоже была такая же система. И здесь по щелчкам можно было более четко настраивать. Но настраивать надо было отдельным ключиком. Здесь же ключик не нужен. Здесь можно все делать руками. И причем не нужно каждый раз сбрасывать гальку на начальное положение, отчитывая щелчки заново. Здесь хоть и плохо заметны, но есть цифры. Я сейчас попытаюсь их поймать в кадр, но они там есть. Если вы их не увидите, просто поверьте, их очень плохо заметно. Возможно на оранжевом будет лучше видно. Немножко просвечивается. Сейчас у меня остановлено самое тугое, то, что можно регулировать именно гайкой. Это цифра 6. Можно влево регулировать, то есть делать можно вправо. Если брать такую же систему на головоломках отмою, те же на GTS3, EDM, но там можно было крутить только в одну сторону. Если прощелкал нужный момент, крути круг заново. Здесь соответственно 6 позиций натяжения, которые отмечены цифрами, хоть их плохо видно, но когда физически держишь кубик, определить можно. И если ты перекрутил, можно крутить назад. Одним пальцем это делать неудобно, хотя наверное совсем неудобно. То есть нужно туда подставить два пальца. и я не скажу, что у меня достаточно маленький пальц, они вполне крупные, помещаются. Не очень скажем и тут просторно, но подсунуть можно. Легкие щелчки это с 1 до 6 положения и чуть погромче щелчок, чуть побольше натяжения, вернее чуть побольше усилия, чтобы преодолеть этот щелчок это с 6 на 1. Вот сейчас у меня опять установилось 6 и меня эта позиция устраивает. В принципе не устраивает позиция 1, которая была изначально. Кстати, небольшой минус завода это то, что когда я открыл не все вот эти гайки стояли одинаково. Хорошо это или плохо, то ли это скажем так разгильдяйство работников, то ли они наоборот пытались мне что вряд ли выставить идеальный баланс с всех сторон. Не знаю. Одно скажу сразу, кубик из коробки уже годный. То есть им можно вращать, собирать и получать удовольствие. Сейчас на удивление для себя я делаю из него такую затянутую и сильно магнитную версию, хотя обычно хочется чуть посвободнее. Опять же если вернуться к ощущениям из коробки, то он очень сильно напоминал MGC2. Очень сильно, причем не в лучшую сторону. То есть есть у MGC2 такие вот микро лакапки, которые для него характерны. Вот здесь были такие же. Но вот они вот такие щелчки кое-где есть. Сейчас при моей настройке и спустя тысячу сборок соответственно эти моменты ушли. Возможно я к кубику привык, возможно нет. Вот иногда вот такое получается не мило капчики. За всю тысячу сборок мне кажется только разок флипнулся кубик. Но это опять же на расслабленные настройки. Сейчас более затянутая такого вроде бы не было. Уже завершив почти все сборки я немного покрутил валк который на фоне MGC совсем был никакой потому что настройка его из коробки отвратительна. Валк 3 Elite M На нем пока 200 сборок я поменял в нем крышечки магнитов со средних на легкие магниты. Легкие оказались вообще без магнитов и стал совсем плохой. Будем экспериментировать еще. Как только я его полностью изучу будет видео. Сильно торопиться не буду. Да, и очень популярный вопрос раз уж коснулась темы других кубиков частый комментарий где Гухонг вот Гухонг Почта России его наконец-то нашла на днях мне вернула он маленький приятненький конечно для меня мелковат но брал я его для сына откручу на нем тысячу после волка так что не очень скоро но видео будет а так по первым впечатлениям кубик гораздо лучше чем волк 3 лайт поскольку он не противный из коробки но он совсем не такой как тэнг юн так что подождите если хотите больше информации от меня вернемся к MGC вполне достойный куб вполне отличный куб вообще компания MGC каждый раз когда выпускает свою трешку меня радует то есть когда выпустили MGC вот этот он был крайне актуален стал потихоньку сдавать позиции выпустили вторую версию и тоже она была очень хороша сейчас третья версия вполне актуальна она не очень дорогая хотя это вполне топовый сегмент но здесь есть все фишки такие как регулировка магнитов регулировка без ключа натяжения пружин что очень хорошо и что хотелось бы видеть уже во всех моделях то есть в том же валке Elite M для того чтобы регулировать натяжение нужна отвертка да конечно там есть сменные гайки тут их нет но там нужна отвертка а тут нет ну тут правда нет и сменных пружин для того есть регулировка магнитов которые можно делать легко то есть для этого любая отвертка подойдет плоская а там нужно менять все крышки что не так быстро ну и не очень удобно и таскать собой нужно все крышки к сожалению на этом кубике как бы я ему не симпатизировал мне не удалось получить ни сотку ни сингл возможно это не вина кубика возможно я просто в какое-то неудачное время крутил ему не повезло но негатива к этому кубу мне нет никакого он не станет моим основным как бы я продолжу в качестве основного считать ган xs я также считаю что три лучших куба современности это ган xs еланд 2м и тандер клуб в 3м я без претензий к гану x но просто как по мне xs интересней поэтому кому нравится x сильно не обижайтесь недавно я тестировал в увей как бы на нем и сингл и сотку обновил но опять же он не стал моим основным поскольку ну есть какой-то дискомфорт в кручении здесь никакого неприятия нет вот сейчас после валка я где-то сборок 200 сделал на валке лайт я покрутил ну чтобы на камеру сборочки были и из-за того что настройка другая он конечно у меня в руках лакапил каких-то сильно выдающихся сборок у меня не получилось а так то есть если им крутить постоянно чуть-чуть регулировать его натяжение его магнитики да можно настроить его идеально под себя и радоваться большой минус ну как эстетический это логотип который изначально так радует глаз красивая золотая буква м и так быстро он теряется причем полустертое состояние оно такое убогое становится но сборок 300-400 и от него не остается и следа так что MGC и лайт м напомню что у бренда MGC ну компания YJ есть также хороший Megaminx естественно магнитный он хоть и не самый дорогой как GAN но на нем ставили национальные рекорды многим он очень нравится недавно вышли 5х5 и 6х6 которые весьма хороши я их подольше потестирую и конечно свое мнение потом о них выскажу да логотипчик здесь все-таки сделали наклеечку нормально чтобы не стерлось готовится к выпуску семерка и на фоне вот этих хороших убегкубов наверное семерку тоже приобрету хотя у меня и Spark лежит который почти не кручен но не знаю понравились так что MGC молодцы те кто отвечает за эту ветку в развитии также готовится Yuhu 2M Megaminx кажется он так называется и в отличие от всей линейки Yuhu Gonhu и прочих паршивых Megaminx от YJ этот выглядит как-то поинтересней посмотрим если он будет меньше MGC то буду тестировать ну куплю я его обязательно но тестировать буду прям серьезно а так MGC вполне хороший кубик конечно без буковки M выглядит как-то не так поэтому давайте поставим на коробочку чтобы хотя бы знать что это он отличный кубик он ну я бы не сказал что он превосходит Yuhu Long Thunder Club вот эти вот бюджетные магнитные трешки но он интересный то есть им можно поиграть я его не назову лучшим в своей ценовой категории но он понравился мне больше чем Valk и Light по крайней мере по состоянию из коробки не спорю что при должной настройке Valk 3 Light M будет божественным но пока я эту настройку не нашел сделаю всего там порк 250 этого мало буду тестировать ожидайте достойный кубик обратите на него внимание но если ищете что-то подешевле то Yuhu Long 2M Thunder Club V3M всегда к вашим услугам они всегда готовы помочь а на этом все всем спасибо всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok